Ученым Куфу присудили уникальную премию. Масштабный конкурс для лицеистов страны. По традиции, шестой день фестиваля – День первокурсника. Всем привет! В эфире универ-нёсов студия Камиля Глякберва. В Малом зале культурно-спортивного комплекса УНИКС прошло расширенное заседание Ассоциации студенческих научных кружков Казанского федерального университета. На сегодняшний день в УЗИК успешно функционирует более 120. Представители студенческих научно-образовательных объединений всех структурных подразделений университета вновь собрались в одном месте ради единственной важной цели – создать новую эффективную модель науки и обеспечить развитие научного потенциала университета. Для нас это очень важный момент, потому что мы уже два года работаем с вами больше со студенческими научными кружками. Мы создали их с вами по количеству, у нас есть в каждом институте научные кружки, но для нас важно понимать траекторию. Мы сегодня собрали всех старост и научных руководителей студенческих научных кружков, чтобы рассказать им о в целом траектории развития научных кружков, которые ведет руководство нашего ВУЗа, в целом о плане деятельности Ассоциации студенческих научных кружков на первый семестр 2023 года, и поговорим о предстоящих мероприятиях, которые будут реализованы в рамках выигранного гранта на деятельность Ассоциации. В этом году у нас будут очень насыщенные мероприятия. Первое буквально будет уже через полторы недели. Это фестиваль для студентов первого курса «Открывая мир науки». Он у нас происходит традиционно уже несколько лет. Следующие два мероприятия будут республиканского и окружного уровня. Это образовательная школа актива для студенческих научных кружков Республики Татарстан и окружной конкурс, который несет междисциплинарный характер. Совсем недавно стали известны те, кому Российская Академия наук присудила высшую награду в области психологии. Так, обладателем премии в 2023 году стал профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета Александр Прохоров. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Премия имени Сергея Леонидовича Рубинштейна присуждается с 1992 года Российской Академии наук, а конкретно отделением философии, социологии, психологии и права за выдающиеся научные работы в области психологии. Так, в 2023 году обладателем премии стал Александр Прохоров, профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. Его работы были направлены на самую уязвимую на данный момент часть, ту исследование в области которой является большой редкостью. Серия научных работ по единой тематике. Субъектно-процессуальный подход к изучению психического развития и состояния человека. У профессора на данный момент более полутора десятка монографий на эту тему. Все его исследования поддержаны грантами научных фондов, что говорит об их высоком качестве. Я предполагаю, что длительный период работы в области изучения, я бы так сказал, фундаментальных основ психических состояний человека. Состояние нашей актуальной жизни. Мы все находимся в каком-то состоянии, правда ведь? Я в одном, вы в другом, может находиться группа людей, которые, скажем, студенты на занятиях. Все в разных состояниях. Но любое состояние имеет определенную структуру, имеет определенный состав, определенные функции. Каждое состояние причем свое. Ну, например, утомление, оно защищает человека. Страх хранит. А антиципация, ну, скажем, тревога, это предвосхищение, антиципация. Не того, что может быть желательно быть. Профессор является инициатором открытия в Казанском федеральном университете единственной в мире магистратуры психологии состояния человека. По его инициативе уже 17 лет проводится зимняя школа по психологии состояния человека, Всероссийская конференция и другие мероприятия. Заслуженный профессор Казанского университета и заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Александр Прохоров отмечен благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина. Является победителем и лауреатом национального профессионального конкурса «Золотая психея» и многих других. Профессора приглашают на постоянную работу столичные вузы и научные учреждения, но он всегда отказывается, потому что любит именно Казанский университет. В ближайшие годы мы будем в этой области работать. У нас большой грант. Мы выиграли Российского научного фонда. Да у нас и раньше были гранты РФФИ, РГНФ, гуманитарных фондов, фундаментальных исследований. Конечно, мы продолжаем эти исследования, потому что они очень интересные. И здесь высокий процент новизны. Понимаете, высокий процент новизны. Поэтому, естественно, там, где очень интересно. Дальше будут исследования, связанные с изучением новых классов, состояний. Золотые медали и премии имени выдающихся ученых Российской Академии Наук – это награды, присуждаемые от имени РАН в целях поощрения ученых за научные труды, имеющие важное значение для науки и практики. Премии присуждаются за отдельные лучшие научные работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике. Российская Академия Наук в основном продолжает придерживаться решения Президиума Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик 1959 года о том, что премии присуждаются с периодичностью раз в три года в дни рождения ученого, именем которого названа медаль или премия. Иногда присуждения приурочены к знаменательной дате, связанной с жизнью и деятельностью конкретного человека. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В IT-лицее Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса исследовательских и практических проектов, обучающихся «Перспектива», который будет проходить до 13 октября включительно. О том, что ждет участников конкурса, расскажет моя коллега. 9 октября стартовал конкурс проектов «Перспектива», где участники могут представить свои инженерные, инновационные и исследовательские проекты экспертам всероссийского уровня. Кроме защиты проектов, участников ждут научные, познавательные и досуговые мероприятия, которые принесут командам дополнительные баллы и помогут не только повысить уровень знаний по направлениям соревнований, но и развить навыки, которые так необходимы в 21 веке. Умение работать в коллективе, реагировать на быстро меняющиеся внешние условия, обрабатывать большой объем информации и формировать критическое мышление. Торжественное открытие прошло в стенах IT-лицея Казанского федерального университета, где участникам проекта со всех уголков России рассказали и наглядно показали, какая она – татарская культура. Основной этап будет длиться несколько дней и включить в себя не только защиту проектов, но и большое количество научных, образовательных и познавательных мероприятий. Участников ждут мастер-классы от действующих специалистов компании, партнеров, конкурса и экскурсии на предприятия. Экспертами выступят ученые, специалисты, партнеров проекта, а также научно-производственные предприятия. Сегодня у нас первый день конкурсного отбора. Ребята заселились к нам в гостиницу, проходят сейчас регистрацию, смотрят великолепные открытия и готовятся к конкурсным дням. Это ученики, наставники из специализированных учебных научных центров Российской Федерации и также из заведений предуниверсариев. На открытии также присутствовал проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алиша. Он поблагодарил гостей за активное участие и пожелал каждому из присутствующих успехов. Также он отметил особую важность участия в подобных проектах, не только презентациях своих упорных трудов, но и мастер-классы от ведущих специалистов в разных областях могут дать мощный толчок к дальнейшему развитию и реализации проектов каждого из участников. Его речь также позволила гостям города проникнуться историей Казанского вуза и узнать немного больше об основных этапах его становления. Казанский федеральный университет всегда большое внимание уделял школьному образованию. Вообще сам Казанский, тогда еще императорский университет, когда он создавался 10-20 лет назад, он вырос из школы. Потому что в середине 18-го века создали Казанскую гимназию и потом именно на базе Казанской гимназии создали Казанский императорский университет. То есть если бы не было школы, которая работала более 50 лет в то время уже на территории Казанского губерния, то никакого Казанского императорского, потом государственного, а не федерального университета не было бы. В 2023 году Всероссийский конкурс исследовательских и практических проектов, обучающихся перспектива, проводится на базе специализированного учебного центра IT-лицей. Участники представят работы по следующим тематическим направлениям – математикой, компьютерной науки, физикой и инженерной науки, естественной науки, а также социальной и гуманитарной науки. Каждый из участников был в предвкушении скорого начала разбора каждых конкретных кейсов и был решительно настроен на победу. Мы подались на проект на направление естественной науки. Наш проект по переработке пластика. Нам в нашем проекте нужно получить из пластика филамент для 3D-печати. С этим проектом мы подаемся на конкурс впервые и очень верим в нашу удачу. Мы приехали сюда с проектом о создании медиамузея, специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. Проект действительно интересный, проект многообещающий, потому что на подобном уровне, на уровне Сунцев и средних образовательных учреждений, настолько масштабных проектов еще не разрабатывалось. У нас есть устройство, которое подсчитывает количество людей, собственно, которые входят, которые выходят. На основе этого запускаются рециркуляторы воздуха и, собственно, воздух становится зданий чище, людям становится жить лучше и так далее. Участниками конкурса «Перспектива» в этом году стали 250 человек, представляющих 89 проектных команд из 21 образовательного учреждения России. На основной очный этап в Казань были приглашены 137 человек, выступивших в составе 46 команд и представляющих 16 образовательных учреждений. Уже после каждого из них ждет торжественное закрытие и объявление итогов, где победителем может стать каждый. Елизавета Казизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Вот уже шестой день в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» новоприбывшие студенты впечатляют зрителей своими творческими способностями. В этот понедельник на сцену вышли коллективы Института экологии и природопользования и Института международных отношений. Новая неделя – новые концертные программы от институтов в рамках молодежного фестиваля «День первокурсника». На этот раз свои таланты продемонстрировали коллективы Института экологии и природопользования и Института международных отношений. Уже который год студенты удивляют зрителей и членов жюри своими мастерски отточенными номерами. И этот год не исключение. От русских разной ветер влюбился в разу, не больно о чем надевал до самого дома, где-то сильное небо влечет, а где-то… Первыми на сцену вышли студенты Института экологии и природопользования. В их программу вошли яркие номера. А основой сюжета стала история о молодом человеке, который пытается завоевать сердце возлюбленной Юлии. Самым главным сердечным оружием – поэзией. Вся история развивается на главной улице города Казани – Баумана. Экологи смогли показать атмосферу прогулки по Казанскому Арбату и даже внесли в сюжет персонажа – популярного уличного артиста, который много лет играет на своей музыкальной шкатулке в центре города. Творческие коллективы сплотились и объединили свои номера в один цельный спектакль. И весь концерт проходил в формате театра. Не забыли и про современное искусство. Например, главный герой решил исполнить свои стихи и признаться в чувствах в стиле рэпа. Творческий коллектив «Лягушки» добавил перчинку в концерт и вставил набирающую популярность ВК-клипы в основу программы. И как эта музыкальная махина сломалась в футляре. Если бы я не пошел извиняться перед Юлей, баян был бы цел. И выступление Марселя бы не сорвалось. А теперь ни девушки, ни друга. И вообще непонятно, что делать. Следующими выступил коллектив Института международных отношений и также произвел приятное впечатление на зал. Сюжетная линия завязалась на истории выпускников университета, которые на днях собираются покинуть свое общежитие в деревне Универсиады. На протяжении всей программы звучат трогательные диалоги и монологи, которые раскрывают многие психологические аспекты персонажей и заставляют максимально проникнуться их характером. Также в истории была и любовная линия. Девушка страдает от измены своего молодого человека. Но в итоге приходит к осознанию того, что истинная любовь найдет человека всегда и везде. Ведь она возможна и без предательства. Напомним, что фестиваль продлится до 13 октября каждый день в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». А для тех, кто не смог посетить концертные программы вживую, специально ведется трансляция в нашей группе ВКонтакте – Универ ТВ. 10 октября свои номера представит Институт дизайна и пространственных искусств, а также Институт управления экономикой и финансов. Начало традиционно в 17.30. Валерия Карташова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!